А ты меня поймай сначала, а потом поговорим. Давай 4 покажем, а 1 миллион мимо кассы. 19 миллионов наличка на кармане, как я себя чувствую. И налогов не надо платить. Хорошо. Мы сейчас сидим, открывается дверь, к вам подходит товарищ с погонами и с нарядом милиции. Сколько жил в России? Он говорит, 180 дней. Вы говорите, ну все, хана. Если вы этого не сделаете, инспекция посчитает все сама. Если вы просто открыли ИП для того, чтобы сэкономить на налоги, у вас это не пройдет. О чем сегодня мы говорим? Первая тематика – это нерезиденты-резиденты. Тема вроде бы понятна и сбитая, но, к сожалению, очень актуальна сейчас. Какие доходы интересуют нашу налоговую инспекцию российскую? Вот вы видите, что есть резиденты, есть нерезиденты. Для резидентов налоговая инспекция интересуется ими не только в России, но и за рубежом. То есть если вы являетесь налоговым резидентом России, продали что-нибудь за рубежом, и у вас возникает облагаемый доход, налоговая инспекция хочет, чтобы вы об этом отчитались. Даже если вы там за рубежом заплатили налог, все равно нужно здесь отчитаться. А вот будете вы платить налог или нет, зависит от одного документа. Называется соглашение об избежании двойного налогообложения. Почему я сейчас вам это рассказываю? Потому что в марте была инициатива отменить большинство соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Для резидентов налоговая интересует все, что он заработал здесь и заработал там. Для нерезидентов иностранные доходы не интересуют нашу налоговую инспекцию. Ее интересуют только российские доходы. Какие? В сфере недвижимости это, конечно, сдача в аренду недвижимости в России нерезидентами и продажа. Теперь давайте вспомним, кто у нас налоговые резиденты. Это физические лица, которые живут в России 183 дня и больше. А вот здесь важный нюанс. В течение календарного года. Я это говорю, говорил раньше и говорить буду, что налоговый кодекс сформулирован, как бы помягче, не очень по-человечески. Но здесь в налоговом кодексе четко указано 12 месяцев подряд. Так вот у вас возникнет желание от даты сделки назад отсчитать 12 месяцев и в течение этого срока посчитать количество дней, сколько он был в России, ваш продавец. Так вот это подход неверный. Конституционный суд сказал, что статус резидент или нерезидент определяется по итогам календарного года. Календарный год у нас во всей стране и во всем мире одинаковый с 1 января по 31 декабря. И здесь есть важный нюанс. Мы смотрим период, календарный год на момент получения дохода. Здесь тоже очень важная вещь. Запомните, пожалуйста, если ваш клиент продал объект, он не обязан отчитываться и платить налоги. Если регистрация прошла, он не обязан отчитываться и платить налоги. Если он по акту покупателю передал объект, он тоже не обязан отчитываться и платить налоги. Почему? Потому что он обязан отчитываться и платить только тогда, когда получил живые деньги. Вот нет денег, нет дохода, а раз нет дохода, нет обязанности подавать декларацию. Скажите, пожалуйста, у вас были ситуации, когда сделка в декабре, а аккредитив раскрывается в январе? Часто? Периодически? Под Новый год обычно. В этой ситуации помните, что налоговая не видит, когда раскрылся аккредитив, она видит регистрацию перехода. И если у вас регистрация прошла 31 декабря 2022 года, то сейчас до 2 мая, по мнению налоговой, вы должны подать налоговую декларацию. А если у вас аккредитив раскрылся в январе, то вы все равно получите письмо счастья из инспекции, ну не вы, а ваши клиенты-продавцы, где будет указано, что вы обязаны за 2022 год отчитаться. Так вот, вы, если получили деньги в январе, не обязаны отчитываться, но вы обязаны написать им письмо, что действительно регистрация сделки была в 2022 году, но деньги получены в 2023, и только поэтому через год в 2024 году я к вам приду с декларацией. Если вы этого не сделаете, инспекция посчитает все сама. Вот, поэтому ваша уверенность в том, что вы не платите налог, она может быть правильной, законной, но надо не забыть сообщить об этом налоговую инспекцию. Пожалуйста, не забываем. Итак, исключение. Если ваш клиент является человеком, он может быть гражданином России. Гражданство здесь вообще не важно. Для резидентства гражданство никакого значения не имеет. Важно, сколько человек, физическое лицо находилось в России. Все знают, почему физическое лицо называется физическим? Вот физическое лицо можно потрогать, пощупать. Мужчины, вы щупали юридическое лицо куда-нибудь? Потому и называется физическое. То есть вот, можно потрогать. А раз физическое, то какой стране подданным является этот гражданин? Иностранный, российский или лицо без гражданства? Такие существуют. Очень редко, конечно, но бывает. Поподробнее без гражданства? ИП под... Да, потому что он физическое лицо. Сегодня он ИП, завтра он не ИП, а трогать можно всегда. Ну, конечно, при определенных условиях. Так вот, если ваш клиент является государственным служащим, находящимся не на отдыхе, а именно в служебной командировке, ну, например, он дипломат, он живет там постоянно, то, несмотря на то, что он жил в России меньше 183 дней, он все равно считается налоговым резидентом, потому что он госслужащий в командировке. Также военнослужащие в командировке за рубежом тоже считаются находящимися здесь. Причем служащие и государственные, и муниципальные. У них есть такое деление. Поэтому, если ваш клиент пришел к вам, вы говорите, сколько жил в России? Он говорит, 180 дней. Вы говорите, ну все, хана. Не спешите его расстраивать, спросите, кем ты работаешь. Если он скажет, а зачем вам, объясните, для чего. Потому что в понятии обычного человека, не связанного с миром недвижимости, резидент – это тот, у кого есть русское гражданство. Ну, согласитесь, большинство людей считают именно так. Поэтому ваша задача им объяснить, что важно не гражданство, а количество нахождения дней в России. Если он был меньше дней, но он госслужащий в командировке, значит все окей. Он является налоговым резидентом. А еще бывают ситуации, вот видите внизу на презентации, временный выезд до 6 месяцев – это у нас тоже льготная категория. Если вы уехали за рубеж и через 5,5 месяцев вернулись, меньше 6 месяцев, но при этом вы ездили для обучения или для лечения, и у вас есть соответствующий документ, то в этой ситуации, несмотря на то, что де-факто вы были за рубежом, считается, что вы находились в России. Вот такой важный нюанс, но при наличии соответствующего документа. Давайте посмотрим 22-23 год. Смотрим каждый год отдельно. В прошлом году я резидент, в этом не резидент, потом опять буду резидентом, в зависимости от того, сколько я живу. Вот посмотрите, если человек у нас смелый уехал в феврале 22-го года и не вернулся в 22-м году и продал объект, лично до отъезда он продал или по доверенности, неважно, по 22-му году он является нерезидентом. Он был январь и февраль, все, он 183 дня не набрал. Но имеется в виду обычный человек, не госслужащий, не лечение, не обучение. А вот если он уехал в сентябре 22-го года, после объявления мобилизации, и при этом он перед уездом продал свой объект, то по 22-му году он считается налоговым резидентом. Почему? Потому что 9 месяцев он был в России и, соответственно, 183 дня необходимых набрал. Важный нюанс. День въезда в Россию и день выезда из России считается нахождением в Российской Федерации. То есть по 22-му году смотрим отдельно. Теперь те же самые граждане, 23-й год. Но если уехал в феврале и не вернулся, то в этой ситуации он как был, так и остается нерезидентом. А тот, кто уехал в сентябре 22-го года, но вернется в 23-м и пробудет в 23-м году 183 дня, он станет налоговым резидентом. И сможет платить налоги как резидент, конечно, если он продал в 23-м году. А если он продал в 22-м году, в сентябре он был уехавший, тоже он резидент. Поэтому, в принципе, для него все будет хорошо. Главное, по каждому календарному году это нужно нам смотреть. Что плохого у нерезидента? Все у него плохо, кроме одного. Ставка 30% со всей цены. И вот здесь опять-таки заблуждение. Я купил за 5, продал за 6, мой доход миллион, и я плачу с него 30%. Вот это тоже частая ошибка, потому что доходом считается вся цена продажи. Вычетов нет, расходов нет. Неважно, за сколько я покупал, я всегда должен платить 30% со всей цены продажи. Что делать? Любить родину и жить в России. Тогда все будет хорошо. А если серьезно, сейчас, а именно с 2019 года, маленькое, единственное послабление для налоговых нерезидентов, то, что срок владения применять можно. Тот, кто работает давно, тот знает, что раньше налоговый нерезидент не мог применять срок владения. Хоть 20 лет он владел квартирой, все равно платил со всей цены. Сейчас, слава богу, сделали послабление. То есть сейчас, если он продает, срок работает. Ой, мы дойдем до этого. Три года и пять лет. Сейчас срок три года для определенных случаев, а пять лет это общее. Я успею сегодня рассказать. Как выявляют нерезидентов? Вот это важный нюанс. Знаете, когда ко мне приходят клиенты, они говорят, расскажи, как положено по закону. Я им объясняю. Второй вопрос, а что будет, если мы нарушим? Если ничего не будет, то какая разница, что там по закону положено? Если ты им рассказываешь, что будет, они задают вопрос номер три. А как меня поймают? Если меня не поймают, то какая мне разница, что будет и тем более, что делать? Согласитесь. У вас примерно похожий подход будет с клиентами. Итак, как выявляют нерезидентов? Человеческая беспечность. Я хотел написать глупость, но не стал. Информация для риэлторов и всех, кто зарабатывает на рынке недвижимости. На нашем канале работает подписка с обучающими видео. В зависимости от своего профессионализма и опыта, вы можете выбрать один из уровней с мастер-классами о том, как работать с покупателями, продавцами, как правильно ввести торг, как давать объявления и многое другое. Также есть видео о юридических основах сделки и налогах. Отдельный раздел для руководителей и HR. На платформе более 150 видео и подборка еженедельно пополняется. Все ссылки здесь и в описании, а также сканирую QR-код. Живой пример. К нам обратилась бабушка, живущая на Кипре. Ну, у меня сотрудники занимаются с консультированием, подготовкой декларации. Бабушка живет на Кипре, нянчит внуков. Дедушка живет здесь. Квартира оформлена на бабушку. Здесь это в Питере. Дедушка по доверенности продал эту квартиру. В 1921 году он продал, в 1922 он к нам обращался. Он продал. Срок владения неистекший был. Он подал декларацию от своего имени, показал доход минус расход 13%. Налоговая приняла. Он заплатил налог. Налоговая приняла. Потом налоговая очнулась. Говорит, погодите, погодите, а титульный собственник-то не вы, а ваша жена. Давайте вашу жену. Ну, а жена не нашла ничего умнее, как предоставить в налоговую. Угадайте, что? Скан за гранпаспортом с отметками о пересечении границ. Мы пытались понять, зачем. Мы понимаем, что ничего не изменить, но хотя бы на будущее. Зачем? Она говорит, ну я не знаю, но меня же налоговая попросила. В крови советского человека требование правоохранительных органов – это святое. Понимаете? Налоговая попросила, она и дала. Чем закончилась история. Мы хотели посудиться. Там было распределение дохода супругов. Но она судиться не захотела. Наверное, на Кипре долго жила очень. Сказала, ладно, я лучше заплачу и уеду опять. Но там приличная сумма была. Но захотела бабушка заплатить. Может быть, там дети захотели. Поэтому иногда люди по собственной глупости сами сообщают налоговую. Второе. Пограничная служба. Налоговой инспекции не надо писать письма в конвертах заказные. Они в электронном виде по межведомственному обмену. Есть такая система, кто знаком с госслужбой. По межведу они это называются. Они пишут запросы пограничникам, и пограничники им дают ответы. Единственная хорошая новость – то, что автоматического обмена пока нет. Нет пока. Пока его нет. То есть, открыв счет за рубежом, наша налоговая получает автоматическую информацию из-за рубежа об открытии вами счетов, а от собственных пограничников пока не получает. Но это вопрос времени. Я спрашивал налоговая, по какому принципу вы отбираете людей? Как вы вообще за резидентами следите? Так делает нам нечего за резидентами следить. Я говорю, вы что, там же куча денег. Они говорят, ну мы знаем, но когда время есть, мы делаем выборку вручную. Знаете как? По фамилиям. Они говорят, так, ну вот смотри. Иванов, Петров, Сидоров, Йоханссон. Йоханссон. Наверное, швед. Ну у нас там шведы много. Или Паккоренен какой-нибудь из Финляндии. Ну сейчас-то понятно, граница закрыта, а раньше была открыта. И мы, говорит, персонально по нему раз, раз, раз. То есть персональные запросы они делают. Знаете, как нужно работать? Хотите, я вам скажу формулу успеха? Вот мы сейчас сидим, открывается дверь, к вам подходит товарищ с погонами и снарядом милиции. Вы задержаны. И вы спокойно выходите, через 15 минут возвращаетесь, потому что им вам нечего предъявить. И на любой вопрос вы легко можете ответить. Скажите, все могут легко ответить на любые вопросы, если сейчас за вами придут? Вот. Ну значит, вы работаете хорошо. Ну собственно, чему я удивляюсь, успешные люди на форумы приехали. А некоторые начинают задумываться. Видать, уже там вспоминают, где у них какие косяки неразрешенные еще. Такое бывает? Бывает. Не, у вас на самом деле либо нервная система крепкая, либо действительно все хорошо. Ну как бы то ни было, вам переживать. И то, и то. Коллеги, запоминаем статью, и надеюсь, она вам никогда не пригодится. Движемся дальше. Нужно различать валютного и налогового резидента. В чем отличие? Помните, я вначале сказал, что для налогового резидента не важно, какое гражданство. А важно, где человек живет. А вот для валютного резидента как раз таки важно, какое гражданство. Потому что пять лет назад примерно вот этот порог проживания в России и не в России для валютного законодательства убрали. Для налогового оставили, а для валютного убрали. Внимание на экран. Гражданин Российской Федерации, неважно где и сколько он живет, является валютным резидентом. Гражданин иностранный, но проживающий в России на основании вида на жительство, тоже является валютным резидентом. А вот гражданин с разрешением на временное проживание является нерезидентом. Вот такой важный нюанс. Скажите, кто-нибудь сталкивался с инвестициями в Дубае? Нет? Тогда не буду рассказывать. Давайте тогда скажу два слова. Везде идет реклама. Дубай, Дубай, инвестиционная привлекательность, рост там, норма прибыли, все-все хорошо, замечательно, окупаемость 10 лет, а может и больше, гарантированный доход от аренды и так далее. Правда это? Наверное, да. Но только забывают сказать важную вещь. Если гражданин России купил там объект, сдает его, он может на дубайский счет получать аренду. Никаких проблем. А вот если он захочет его продать, то он не имеет права получать деньги на дубайский счет. Он должен получить их на российский. А по дубайским правилам он может получить деньги от продажи только на дубайский счет. Что делать? Рассказываю. Ничего. Патовая ситуация. У меня куча клиентов накупивших там. И теперь хотят продать. У них два варианта. Либо не продавать, либо продавать и надеяться, как говорится, что принесет. Но это не наш метод. Поэтому просто знайте, пока ты гражданин России, на тебя распространяются требования валютного законодательства, где бы ты ни жил. Если у тебя два гражданства, три гражданства, не знаю сколько, но все равно российское есть, ты все равно остаешься валютным резидентом. Вопрос, на что это влияет? У вас, кстати, сделок с иностранцами много или нет? Скажите. Бывает? Казахстан это тоже иностранцы. Уже больше, да? Белоруссия, я вас удивлю, тоже иностранцы. Соответственно, расчет у нас должен быть только через банки. А если вы наличными рассчитаетесь, штраф от 20 до 40 процентов. Причем, обращаю внимание, друзья, до июля 22 года штраф был от 75 до 100 процентов расчетов. Был у меня интересный случай, ко мне обратился коллега из агентства недвижимости, говорит, ты знаешь, мы продали женщине коттедж, она им владела больше пяти лет, землю с коттеджем, за 19 миллионов рублей. Налогов нет, декларации нет, и вдруг ее вызывают в налоговую инспекцию. И задают ей вопрос, кто видел вебинары, тот слышал, кто не видел, не знает. Ей задали вопрос номер один, как вы себя чувствуете? Она удивилась, говорит, 19 миллионов наличка на кармане, как я себя чувствую, и налогов не надо платить, хорошо. Потом ей сказали, расскажите, пожалуйста, как вы купили объект такой-то и продали. Она говорит, мне помогало агентство такое-то, сдала всех сразу, помогало такое-то агентство, так и так, 19 миллионов рублей, гражданин Белоруссии, расчет через индивидуальный банковский сейф, установленном законом порядки. У вас есть что дополнить? Она сказала, нет, расписалась, мои слов записано верно, мной прочитано, замечаний, дополнений нет. Говорят, ну приходите послезавтра. Она говорит, зачем? Протокол составим. Какой? По статье 15.25 Кодекс административных правонарушений. От 75 до 100% сделки. И вот тут она пришла, куда, как вы думаете? В агентство. Что она там устроила, я только представить могу. Но товарищ без побоев вроде бы. И ей сказали, да, вот гражданин-то Белоруссии, а вида на жительство у него нет, поэтому расчет наличными запрещен от 75 до 100%. Чем закончилось, рассказывать не буду. Ну, относительно хорошо закончилось. Потом просто выяснилось, что, оказывается, ведь наличный был только аванс, остальное было безналом. Ага. Вот. Ну да, но остальное им рассказывать не буду. А то снимают на видео, потом предъявят мне куда-нибудь. Давно слышал, что риэлторы много зарабатывают, но не решался попробовать? Или ты уже имеешь опыт работы риэлторов? Наш канал поможет найти работу в сфере недвижимости или сменить агентство в любом регионе России. Заполни анкету по ссылке в описании и жди предложения. Налоговый нерезидент. Смотрите, миллион ему нельзя. 250 тысяч по нежилому фонду нельзя. Расходы вычеты нельзя. Ну, такой закон. Что же может налоговый нерезидент? Подарить объект близким родственникам. Вот ваша ситуация. Вот если он подарил близким родственникам, это одна. Если не близким, другая. Возникает вопрос, надо ли платить налог при продаже. Смотрите. Извините, при дарении. Если подарил член семьи и близкий родственник, налога нет. Если не член семьи и не близкий родственник, налог есть от 100% кадастры. Вот здесь тоже многие чуть-чуть ошибаются, думая, что от 70%. Не знаю, почему так. Привыкли, что где кадастры, там и 70% сразу рядышком. На самом деле нет. От 100% кадастровой стоимости. Если при получении в дар вы получаете объект, то согласно изменениям налогового кодекса, который на самом деле уже не свежий, еще в 2019 году были, можно применить расходы дарителя. Но только если он близкий родственник. Если он близкий родственник, то можно применять. Вот допустим, кто у нас считается близкими родственниками? Дети, родители, братья, сестры, полнородные, неполнородные, бабушки, дедушки и вдуки. Дяди и тети не являются близкими родственниками. А теперь, внимание, вопрос. Как вы считаете, прабабушка и прадедушка являются близким? Нет, к сожалению, нет. Так же, как и правнук. И двоюродный брат. Бывает так, что двоюродные братья, они как родные. Бывает так? Бывает. И тетя вас могла вырастить как родного, дороже матери. Но, если она вас не усыновляла, к сожалению, она не близкий родственник. Поэтому всегда помним, что близких родственников никто не отменял. Ну, а члены семьи – это супруги, дети, родители, усыновители и усыновленные. Супруг, он же не родственник формально, но он член семьи, считается. А вот теща, кстати, очень часто знаете, что теща, теща – друг родной, да? Помоги. А вот она и не родственник, и не член семьи. Как же это называется? А зря. Не зря или зря? Нет, вот у меня с тещей любовь, например. Да, да. Поэтому надо сначала, пускай она подарит дочери, а дочь потом подарит зятю. Если хочется зяте облагодетельствовать недвижимостью, пожалуйста, но только двойной сделкой. Сначала на дочку, а потом уже на зятя. Вот такой важный нюанс. Допустим, если бабушка у нас купила квартиру внуку за 5 миллионов рублей и уехала жить за рубеж. Ну, куда? В Таиланд, да, допустим. Уехала бабушка. Внук через год продает за 6 миллионов. Раньше у внука был только необлагаемый миллион. А сейчас у него есть право выбора или необлагаемый миллион, или расходная часть. Вот и все. И тогда у него получается доход 6 миллионов, цена продажи, но не менее 70% кадастра, естественно. И 5 миллионов – это расходная часть. Из дельты он заплатит налог. А если бабушка купила, а документы потеряла? Бывает такое? Наличка. Потеряла. Ну, я понимаю, что многие подумают, так что нам расписку не нарисовать, что ли? И договор? Нет. О штампе Кроссреестра. О штампе Кроссреестра. Вот, смотрите, коллеги, значит, обращаю ваше внимание. В некоторых договорах есть фраза, тишина, фраза о том, что расчеты произведены в полном объеме до подписания настоящего договора. В этой ситуации такой договор заменяет расписку. Это даже Минфин подтвердил письменно. А вот если написана фраза «расчеты после регистрации через какое-то время», вот здесь надо или безнал, или расписку, подтверждающую, что бабушка оплатила эту сумму. Вот тогда внучок сможет применить расходы. А если бабушка приватизировала, какие у нее расходы? Никаких. Значит, что у сына, у внука? Один миллион. Все. Если бы она не покупала, а именно приватизировала. Следующее. Что может сделать нерезидент, если у вас появляются такие клиенты? Мне что-то кажется, у вас все здесь живут. Нет? Не уезжают клиенты? Периодически. Значит, смотрите. Стать самозанятым может наш нерезидент, если он, например, имеет здесь жилье и хочет его сдавать в аренду. Как нерезидент он сколько платит? Тридцать. А как самозанятый, платит всего лишь четыре. Или шесть, смотря кто у него арендатор. Если он сдает физику, то четыре. Если сдает Юрику, либо ИПшнику, тогда шесть. Никакой кассы, никакой отчетности. Если он иностранцам сдает, это делать можно, но расчеты как? По безналу. На карточку деньги получать тогда. Когда самозанятый сдает россиянину, он может и наличку получать, и на карточку получать. А когда иностранцу наличка нельзя, только по безналу. И все. Карточка – это безнал. Стать ИП с упрощенкой. Для многих, наверное, это будет открытием, что понятие нерезидент не работает. То есть, если я гражданин, уехал и живу большую часть времени за рубежом, я являюсь налоговым нерезидентом. Но если я здесь купил недвижки, стал ИПшником с упрощенкой, уехал и живу за рубежом, и ее сдаю, эту недвижимость, то вместо 30% я плачу 6. Ну, 6 либо 15, смотря какой регион. В Калмыкии – 1%. Кстати, самые классные ставки, знаете где? В Чеченской республике. Совершенно верно. В Чеченской республике, да. Поэтому, если ты становишься нерезидентом, то правило, извините, ИПшником, то правило резидент или нерезидент к тебе не применяется вообще. В принципе. Если вы просто открыли ИП для того, чтобы сэкономить на налоги, у вас это не пройдет. Налоговая скажет, потому что вы должны использовать объект предпринимательской деятельности, то есть сдавать его не один раз, а на систематической основе. Один раз, как говорится, не считается. Один раз не ИПшник, да. Поэтому вы должны понимать, что должно быть не только с точки зрения закона красиво, но и по логике. Поэтому вы сдаете. Я рекомендую хотя бы полгодика на счет ИП получать деньги, как ИП каждый квартал платить авансовые платежи с этой аренды, а уже потом продавать объект. Тогда да.